Музыка Всем привет! Сегодня у нас очень замечательный, тёплый осенний день. Наверное, это один из последних тёплых осенних денёчков. И мы пойдём прогуляться по нашему красивому осеннему лесу в нашем городе Ставрополь. Оставайтесь с нами и пойдёмте вместе посмотрим эту осеннюю красоту. А пойдём мы сегодня гулять на урочище Карыта. С нами наш верный друг Ричард. Ричард, скажи, как? Ричард, поздоровайся. Скажи, привет, привет, привет. Ну, мы ему сегодня разрешаем поваляться, поразвлекаться и попачкаться немножко. Потому что он с нами вместе на прогулке. Рюшка-поросюшка. Ричи, побежали! Побежали, Брюшка! Скажи, побежали! Скажи, бежим! Молодец! Всё. Привет зрителям! Подписывайтесь на мой канал! Называется Ричард Спаниелька. Я там тоже показываю видосики с моих прогулок и путешествий. Да? Да. Осень нас в этом году очень балует. Такая тёплая погода, замечательная. Такая красота осенняя. Вот, посмотрите, какой красивый осенний лес. Там снизу овражек, речка протекает. Ну, мы к ней сейчас ещё спустимся, подойдём, покажем вам. А идём мы сегодня прогуляться на урочище Карыта. Это такое место в пределах нашего города. Там есть такие полянки. И вырыты раньше были ямы. В этих Карытах, в ямах, скот в панцире пил водичку. И вот отсюда пошло название Карыта. До сих пор эти полянки остались. Конечно, там теперь уже никому не пасут. Но место очень красивое, интересное. А вон видны уже и родники возле Карыта. Тут люди купаются, загорают. Вот так вот у нас конец октября, а народ до сих пор купается. Вот такой здесь есть родник. Раньше здесь даже воду набирали, пили. Но сейчас, конечно, вода грязноватая. Можно только искупаться. На дне Тина. Уже давным-давно не чистили пруды. А мы идем дальше. Сейчас нам нужно перебраться будет через речку по мостику. И уже мы попадем практически на это урочище Карыта. Здесь вот даже мусорные баки у нас есть. Для мусора. Чтобы люди не мусорили. Соблюдали чистоту и порядок. Здесь вот маленькая речушка протекает. Ну да, воды мало. Дождей давным-давно не было. И она не полноводная. Весной здесь, конечно, намного больше воды. Ручеек такой большой. Ну да. С захлестыванием. И сейчас вот нам нужно пройти по такому мостику. Раньше здесь вот переходили по вот этим трубам. На ту сторону. Но потом все-таки догадались сделать нормальные ступеньки и мостик. Чтобы люди могли нормально ходить. Конечно, мостик такой узковатый. С коляской здесь уже не проедешь. С велосипедом тоже проблемно. Нужно вверх, выше поднимать вот этого заборчика. Ну, хоть какой-то. Шикарные у нас тут места, конечно. Как будто мы находимся где-то в горах. В Архызе или в Дамбае. Такие горы, скалы. Ущелья, да. Речки, водопадики. Лес. А все почему? Потому что мы на Северном Кавказе живем. И город Ставрополь недалеко находится от всех этих мест. Ну вот и начинаются эти полянки-карыта. Вот так они выглядят. Здесь вот большие полянки. Места для отдыха есть. Для пикника, для шашлыка. Среди леса. Такие вот. Вот там уединенные. Там уже я вижу. Люди жарят шашлык, отдыхают. Так, интересно. Некоторые деревья уже сбросили листву. А некоторые еще зеленые прям стоят. Потому что у нас еще холодных дней и не было-то. В принципе, деревья еще не готовы к зиме вообще. Вот мы шли-шлить и вот нашли одну из ямок. Вот этих вот, из которых пили раньше животные, которые здесь пастлись. Вот такие вот ямки здесь вырыты. Везде. Вон они, вот. Вот, прям тут несколько ямок. Здесь скапливалась водяечка, роса. И животным всегда была вода. Рича уже у нас встретил друга. Или подругу. Побежали. И здесь их друзья. Здравствуйте. 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 Сейчас я раздолье. Все, ты выдохся. Побегаю. Они сразу сгружились, начали сгружить. Чух. Все, он нагулял. Все, сил нет, да, Рич? Устал? Спать хорошо. Вот так, все. Рича, вы брожуля. Это жена, да. Да, он что-то творит. Павел здесь. Вот это сада. Джуля, что ж ты игнорируешь, а? Человек перед собой такой выделывается. Ну, и не обращать внимания. Кокетка. Ты смотри, что он делает перед собой. Все, готов? Побежульничал? Все, пошли? Так, вот так мы сейчас подходим к месту, к нашему любимому, где любим мы ходить на пикник. Тут такая полянка хорошенькая, в закуточке среди деревьев, березок. Здесь у нас даже есть свой каменный стол. А, Рича надул на стол. Такой стол тут. И такой еще маленький столик. Ну, бревнышки на которых сидеть, костер разжигать. Вот так. Ну, нормально. Ну, да, кстати, чистенько. К концу сезона не захламили, не запакостили. Ну, да. И вот такие здесь красивые деревья вокруг. Вышли мы на такую огромную, шикарную поляну. Посмотрите, какие краски. Какой лес красивый. Расцветки просто шикарные. Настоящая осень. Одно дерево желтое, другое зеленое, потом оранжевое. Класс. Вот такой красивый осенний лес. А мы сейчас решили пойти сходить к роднику. Здесь в лесу есть родник с питьевой водой. Пойдем спустимся, посмотрим. Что там, да как. А там вот в лесу увидели какой-то забор прям. Пойдем посмотрим, что это такое. Похоже, там кто-то живет посреди леса. Главное, чтобы дома никого не было. А то сейчас мы припремся. Смотреть, кто там живет и что там делают. Глянь, как в древние времена прям эти чистокол такой сделали, да. Бревна. Это ж кто-то старался, Лен, связывал их. Класс, Лен. Прикол. Так, давай. Я первая. Давай, да. Это мне как-то. Страшно? Бревна. Чуть-чуть. Нет, непонятно, что там такое. Чей тут дом. Вау, глянь. Целая хижина. Прикольно. Посмотри, что тут смастерили. Глянь, классно как. Можно походу сбоку обойти. Ну, вот там, наверное, вход сбоку, да. А вон проходит, можно там пройти. Ага. Ну, сбоку сейчас пройдем. Ну-ка, пойдем сейчас дальше. Тут вот речка течет рядышком, ручеек. С водой. Кстати, тут кто-то жил. Тут прям такое место шикарное. Во, вход. Знаешь, мы как в древние времена попали такие. Ну, да. Викингов каких-то. Дрова настоящая. Дрова, ну да, нарубленные прям. Лавочки прямо из дерева, да, сделаны такие? Диванчики. Круто. А тут что? Тут стол. Еще один стол. Тут, наверное, была кухня. Столешница. Здесь большой стол. Даже сок кто-то оставил. Кто пить хочет. Можно попить сок. Реча пить хочет. Реча, кстати, вон там вода. Пойдем сейчас с речки попьешь. Ну, смотри, их прям веревками связали. Это прям специально строили. Нет, это не чайность. Мне кажется, специально. Нет, ну, понятно, что это. А вон у них это. Тут они маленькие. Вот эти костеры. Ну, да, костре еще такое большое. Там вон прям полочки. Видно, для вещей. Столик, полочки. А вон там туалет, похоже, был. Вот так тут все интересно. Прямо как будто несколько комнат. Ну, да, тут, скорее всего, был туалет вот обтянут. Черным таким этим брезентом. Внутри в шалашике. Вон там. И вон там тропинка к речке выходит. Интересное место мы нашли. Вот это мы забрели. Ну, да. А тут вот пленка. Это натягивали на дождя. Мы тут, когда раньше ходили, то не видели его, да? Ну, да. Видно это. Сняли просто. Вот так. Такое место интересное. Так. А нам сейчас нужно найти родник. Потому что свернули куда-то, не туда чуть-чуть. Теперь нужно найти дорогу к этому роднику. Ну, понятное дело, что он по надречке, но там не пройдешь. В принципе, по надречекам пройдешь, мне кажется. Прямо к нему и выйдем. Там тропинка была внизу. Ну, пойдем по тропинке. Вот так это все выглядит сверху. Такой деревянный дом в лесу. Интересный. Вот она речка. Мы тут блуждали-блуждали. И решили перейти на ту сторону и идти по надречекам. Там антропинка с той стороны идет. На том берегу. И мы по речеку точно будем роднику. Вот такой она здесь. Ручеек течет. Мостик деревянный. Реча прошла, значит, все нормально. И мы можем пройти. Так, и сюда. Ну, раз вытоптана, значит, здесь ходили. Значит, мы на правильном пути. Вот, в лесу мы даже нашли такую беточку, стрелочку. Нам туда. Значит, там что-то есть. О, Рич, я уже нашел себе водопой. Ага, мы тут как переберемся. Рич, тебе так хорошо. А нам тут дороги дальше нет. Не, не пойдем сюда. Мы сейчас прилетим на подбух. Ну, да. Тут уже все, мостик нет, дороги нет. Шли-шли мы вот и пришли. К такому роднику. Ну, тут прям из трубы варя течет. Сейчас, Рича, дотянется? Будешь пробовать? Нет, не получается. Ну, он будет, походи и тей. Не хочет со струйки. Не получается. Не дойдет до него никак. Но это еще не тот родник, до которого мы шли. Это какой-то мы новый нашли. О, ручка, куда залез? Там все равно уже грязный. Ну, пойдем за гомброй. Сейчас нужно найти нам основной родник, главный. Ну, это надо туда идти. Наверное, наверх надо туда забираться. Еще вышите. Ой, как хорошо, скажи. Искупается в прохладной водичке, да, Ричок? Класс. И вот мы нашли все-таки тот родник, который изначально хотели найти. Но погуляли. Много всего интересного тоже обнаружили. Так, как тут спуститься? Чуть-чуть наискосочек. Спуститься такой крутой. Еще листья сухие под ногами. Опа. Скользят. Пылюка. Вот Рички хорошо. Четырьмя лапами. Чух, чух, чух. В разные стороны. Ричь, нам сюда. Так, надо аккуратненько. Вон уже он виден. Так, переходим опять в речку маленькую. И вот он, родник. Смотрите, как классно. Здесь есть целая ванна, чтобы искупаться. Такая купель. Класс. Вода прозрачная вообще. Супер. И вот там вот так он вытекает. Булькает, ну да. Это булькает. Ну-ка, тут что? Это пигодевалка. О, тут ложка даже, Лень, для обуви. Смотри, обуваться. Ложка, маска. Крючки для одежды. Ну да, оборудовали. А вообще изначально еще родник, вон он есть. С той стороны. Вон труба. Тут тоже вот такая маленькая ванночка. О, это для Ричка подойдет как раз. Вот. Где он тут есть? Ричи. Вот, гляньте, какая красота. Скалы, горы. Еще бы тут вот водопад стекал, вот с этой скалы бы. Вообще было бы шикарно. Такой. Мощный какой-нибудь. Вот. Вот там вот из трубы тоже родничок течет. Вот такая у нас здесь красота осенняя. Ну да, много. А, ну да, еще вот она труба. И вот тут труба вот там внутри, в кустах прям. И вон труба со всех сторон. Из этой скалы вытекает водичка родниковая. Подземная, ну да. Но только единственное, что видишь, она может смешиваться с нечистыми водами, которые стекают. Потому что мне кажется, все-таки пить ее тут не стоит в сыром виде. Класс, глянь, какая ванна прям тебе. Во, давай. Во, супер, да? Занырнуть сейчас и поплавать будешь. Все. Плюхайся. Только не простынь. Это вода леденющая. Я вылазь. А, нет. Блин, рича, поросенок. Нажимаешься вытираться? А если он полностью, то он вообще будешь вытираться. Холодно? Холодно, ага. Пока-то холодно. Надо двигаться. Ага. Застыли лапы? Прилег сразу. Пойдем. Дай меня облился. Какая двигается собачка. Вот такие у нас места красивые есть. В городе Ставрополь. Кстати, вот мы включали таймер. Сколько мы прошли. Вот от дома мы прошли 6 километров. Шли 2 часа 10 минут. Но минут 20-30 мы сидели просто отдыхали там на природе. То есть это не в счет. В общей сложности мы шли 1,5 часа 6 километров. Вот. До этого места. И вон там весь наш маршрут. Вот такая красивая, интересная прогулка осенняя у нас получилась. Кому понравилась наша прогулка, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. И пишите ваши комментарии. Мы будем вам очень благодарны. Ну а вам всем пока-пока. До новых встреч. Не пропускайте следующее видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok